Привет, мои хорошие! Сегодня у нас будет Икеа-влог. Мы на самом деле пришли за мойкой. Мне посоветовала... Кто посоветовал? Когда-то в Москве давно я занималась вокалом. И моя преподаватель по вокалу, она тоже купила квартиру и вот уже заканчивает ремонт. Очень много всяких советов мне дала. И на время, говорит, есть в Икеа очень классная мойка с тумбочкой. Там в полторы тысячи, в две уложусь. Короче, много всяких идей. В общем, мы пришли за ней. Сейчас, если какие-то будут новинки у нас в Икеа, я вам обязательно их покажу. Со мной мама и наш прораб, можно сказать, человек, который помогает вообще все делать, все знает о ремонте. И вообще классно, когда мужчина, знающий рядом, помогает нам все выбирать. Мы тут сантехнику выбирали, сейчас в Леруа Мерлен. В общем, сейчас зашли в Икею. Как тебе больше нравится, прораб или... А как еще по-другому можно? Прораб, бригадир. Бригадир. Бугор. Бугор. В общем, нашли идеального человека для того, чтобы нам помог сделать ремонт. И очень много вещей, которые мы просто не знаем, а он сразу... Так, вот это, это, вот это. Самое интересное, что в данной ситуации, когда нет финансов больших, нужно все сделать по минимуму, но уже с перспективой. Человек помогает, опыт большой, в общем, бюджетная. Ладно, пойдем. Ну и мамочка, естественно. Всем привет, привет. А без нее как? Мы с ней, конечно, спорим, ругаемся. И если бы мы были муж и женой, мы, возможно, несколько раз... Мы не ругаемся, а спорим. То есть я хочу что-то взять, говорю, мам, тебе нравится, она может это полностью все обосрать и нет, а я все равно пойду возьму. Но вот я без этого не могу взять, пока она не скажет по-своему нет или да. Я просто дольше живу, у меня больше опыта, и я могу указать на какие-то нюансы, которые ты не знаешь. Да, да. Ну, ее советы очень часто мне помогают. Вот. Ну, не факт, что я слушаюсь ее во всем. Посмотрела Леннон-влог недавно, и она там готовила. И вот такой штучкой сказала, в Икее купила. Вот я ее увидела и сразу купила. Лен, тебе привет. Вот, девочки, смотрите, Василина, если смотришь, привет. Вот она, одинокая раковина, которая стоит 899 рублей. Вот она. И вот такая вот под нее же идеальные полочки. На время вообще шикарно, пока я не заработаю денег на свою идеальную ванну. Все. Ну, и смеситель отдельно возьмем там. Супер. Смотрите, как красиво, беленько, аккуратненько. И Василина, вот моя преподаватель по вокалу с Москвы, она говорит, классная, супер-пупер. Ну, и зеркало у меня дома есть. Смотрите, какой душ классный за 149 рублей всего. Беленький. Нет? Хороший. Хороший? Хороший. Мам. Не знаю, насколько практичный. Мне практичность интересует. За 149 рублей. Не, 149 рублей это вот эта штучка. Блин. Вот как всегда. Вот это все пластмассово не напрягает. Ну, да. Ну, это шутка была. Конечно же, это непрактично, я думаю. Хотя, может, прикинь, а он 5 тысяч стоит какой-нибудь крутой. Кстати, если кто-то переезжает, смотрите, коробки прям продаются. 269. Ну, наверное, это дороговато, да, для переезда коробки специальные. Но вообще можно. Вот Саша, вот Гугор который, или как правильно назвать, он говорит, заходите в любой аптеку или куда-нибудь в супермаркет, и вам коробок там бесплатно сколько хочешь дадут. Экономия. Вот цену давайте сравним. Я же вот такое красиво купила себе, только розовенькие, по-моему, да? И сколько вот он стоит здесь? А сейчас в фикс прайсе такие стоят вообще 200 рублей. Ну, сколько вот я его купила? Сейчас цену найду. Ой, стопы, гля, фонарь, 269 рублей, в принципе. Если это про него, фонарь, да? Фонарь, стекло. Ой, ну да, тогда не так дорого. А я думала, я его дорого купила. Смотрите, какие прикольные дизайнерские идеи. Ой, решетка. Ну, вот это мне понравилось. Просто за 999 рублей вы вот так вот вешаете все это, и все. Здесь можно что-нибудь оплести, что-то повесить. Вообще классная штучка. Да, тысяча рублей стоит. Классная. А вот это что? Тут что-то пишешь. Ну, мне... И вот здесь. Ну, это, скорее всего, решетка закрывает что-то, да? Или это доска для записи с магнитами? Тоже классная. А это магнит, наверное, да? Или что? Да. Вот магнитик. Магнитик 99 рублей. А вот доска. Вот они, магнитики. Прикольно. Вот они, эти доски. Слушай, мне вот это вообще очень нравится. Железненькая. Классная штучка. Блин, и вот картины мне нравятся. Ай, шикарные. Я тоже вот такую картину куда-нибудь сделаю. Я люблю вот эти города. Вот, прям вот это мне очень нравится. И вот это мне нравится тоже. Еще не знаю, куда ее, но можно куда-нибудь. 3,699. Ну, это не сейчас, попозже. Прикольно дизайнерс, как будто она подсвечивает. А вот маленькие елочки, смотрите. 99 рублей. Вам елочка не нужна, Саш? Тебе не нужна елочка домой? Ты поставил елку? У меня ремонт еще. У тебя ремонт еще? А у тебя большая красивая, да? А вот маленькая, колюченькая. Искусственные елочки. Вот такая стоит. Сколько она стоит? Набор елочных шаров 600 рублей. Офигеть. Искусственное растение в горшке. 500 рублей. Может, это оно искусственное растение? Или вот об этом речь идет? А, это 499, 499. Короче, по 500 рублей вот. Елка и букетик. Ой, издалека вижу какую-то интересную штучку на Новый год. Просто вот так повесила уже. Какая красота. Хотя и сами можно такое, да, немного. У кого есть венок, смотрите, вот идея. Просто на ниточке вот такие вот шарики еще привязать. Елочные игрушки у всех есть, да? Может, какие-то старые остались. Венок покупаете отдельный. Во-первых, его можно отдельно украсить маленькими вот такими вот шариками. И плюс привязать просто на веревочке разной длины елочные игрушки. Вот вам, пожалуйста. А вот как раз и отдельно что-то продается. Самим можно сделать. А, это как бы свечка тут. Прикольно. 399 рублей вот эта штука стоит. Украшение подвесное. 149 рублей. Смотрите. Вот просто дизайнер какой-то раз придумал штучку, да? Вот можно подвесить. Можно, чтобы стояло. 150 рублей. Если бы в фикс-прессе такое продавалось, я думаю, что многие брали бы это. Ой, какие классные елочные шарики прозрачные. Мне нравятся. И домики. Но они бумажные, ненадежные. Сердечки. Так, конечно, я такой, это, влог икея у нас получился вообще минималистически, знаете. Все, мы уже пришли на склад. Сейчас возьмем вот эту нашу ванну, раковину. Ванну. Ёпперный театр. Все в голове перемешалось. Еще я вот такую штуку хочу себе. Только большую. И я, может быть, отгоражу даже. Короче, у меня идей куча по дизайну и всего. О, я еще не знаю, кому какая комната достанется до конца, да. Как сделать лучше. Будем все в процессе делать. В идеале в голове одно. Хочется мелкому отдать большую комнату. А себе с мужем взять маленькую. Но от того, что у меня так много вещей, они просто не поместятся в маленькой комнате. А в детскую, смысл в детскую, половину детской делать гардеробную свою. Поэтому, может быть, и лучше ему действительно отдать пока маленькую комнату. Вот. Себе взять большую. И она будет у меня и спальня, и рабочее место. И гардеробная там отчасти. Но, опять же, у каждого свое понимание. Гардеробная, да. Может, моя гардеробная это вешалки чисто там. Или шкаф, купе, да. Так, а где наша раковина? Еще я очень люблю всегда заглянуть в Уценку. Здесь реально могут быть прикольные вещички. Так что посмотрим. Сейчас что-то прикольное, если найду, вам покажу обязательно. Вот шкаф, например. 10 тысяч стоил. Сейчас стоит 5, 6. На 4 тысячи скидка. Ну, он как-то маленький. Сейчас посмотрим. Смотрите, вот на Уценке есть у нас здесь раковина. Но, опять же, вот все против того, что надо сразу с тумбой. Мама как-то купила вот такую раковину. И долгое время мучилась, чтобы найти шкаф под нее. Вот. Хоть он и стоит вот 33% скидка, но лучше брать сразу со шкафа внизу, чтобы вот она не съезжала, не трещала, не там что. Что она там, мам, делала? Я знаешь, где покупала? Универсальный рынок на троллейбусной. Вот, где Маринка работает рядом. А ты за сколько брала? Я брала, ну, тогда я брала давно, это там, ну, за 2 тысячи, там, тысяча мойка, тысяча тумба. Так, а что ты тумбу не могла подобрать, что она там, кашаталась или что? Да просто, как бы, мне там парень, который продавал, он мойку поставил на тумбу. Вот, нормально подходит, все, вот это уберите. Не, а до этого ты брала? Я пошла, а там мойка, она туда-сюда, как бы, закрепежи они что-то там заскали. Короче, ходуном ходила, и вот это Никаев, да? Да, немножко там размер тумбы. Ну, тогда будем совмещать, не будем тогда отдельно брать, хоть тут и со скидкой. А Саша уже декор смотрит. Сердечко, да? Тебе понравилось? Интересно? Светильник. О, 200 рублей всего! Прикольно, слушай, наверное, 200 рублей. И красное сердце светит все такое на фоне. А я ищу проблему, думаю, ленка, какой красивый. Да вот же, заклеена прям дырка. Ну, это, конечно, вообще не камерфо. Тут даже, тут даже, ну, бесплатно бы забрала, платить не стала бы. Так, какие-то тортницы продаются со 40% скидкой. 899 вместо 1500, да? Это же для торта, может, каркас какой-то или что, для красивого. А это что такое? Крош прямоугольной формы, бамбук. Прикольная тоже, для чего-нибудь. Я просто не знаю, для чего. У меня есть такое в голове, знаете, взять что-то прикольненькое. Но куда это применять, я не знаю. 399 рублей вот такое вот. Тут что у нас? Свечка красивая тоже. О, это подсвечники такие тяжеленькие. 699 рублей. Классные. Картины вот. Так, вон еще картины. Кстати, сюда можно будет за картинами прийти, да? Сердечки всякие. Так, меня там уже ждут. Сейчас, сейчас, сейчас мы быстро посмотрим, что тут еще прикольненькое. 149 рублей. Смотрите, какой подносик симпатичный. Так, так, так. О, кухни, кусок. Кусок кухни за 9000. Да? А это что у нас? Так, так, так. Ух ты, за... Стоил 4, продается за 3. Классный. Комодик. Тут, наверное, нету вот одной такой штуки из-за этого. За подробной информацией обратитесь к сотруднику. Ну, так бывает, да. Здесь скол у нас, вот он конкретный, на фасаде, поэтому не вариант. Что еще прикольное нашли тут? Нам черное не надо. Стулья. Все, ничего интереснее кого больше. Пошли. В общем, затарили мы всю тачку, но осталось еще местечко. Мама говорит, давайте я поеду своим ходом. Возьмем еще это. Сейчас, если в Ашане найдем эту мойку на кухню с тумбочкой, то мы сразу ее возьмем, если у нее цена приемлемая. Пусть будет сразу. Я тоже люблю сразу затариться уже, чтобы не переживать. Чем меньше держишь всего в голове, тем легче жить. Так, не взяли мы мойку в Ашане, потому что тут не то немножечко. Они такие широковатые здесь. Мы даже цены не стали смотреть, потому что немножко другое я хочу и подешевле, потому что оно будет либо отдаваться, либо выкидываться потом. Поэтому оно должно быть самое дешевое и самое такое прям стоит и радует глаз. Немножко хотят. Ну что, мои хорошие, смотрите, плиточку нам сделали на пол. Затирать сейчас ее не будем, потому что мы еще будем работы проводить тут в туалете. Посмотрим, я еще не решила, что. Некоторые дизайнеры из моих подписчиков, кстати, охотно мне помогают, какие-то идеи подкидывают. Так что посмотрим, может быть, что-то еще удастся. Вот туалет мы прикрепили, можно ходить в туалет, все работает. Пока что оставим все так. Полы есть, туалет есть, это самое главное здесь. И чего? И вот плиточка у нас здесь есть в ванне. И поставили, подключили раковину, это вот из Икеи, которую я вам показывала. Вот все. Я думаю, достаточно пока. Линолеум уже привезли. Вот он стоит. Сейчас он будет стоять еще, набирать температуру, которую нужно. И уже в праздники, наверное, мы приедем. Будем разбирать тут все. Эту раковину еще не подключаем, потому что сначала нужно будет разложить линолеум. Ну, короче, когда все сделаем, я еще подробненько буду рассказывать обо всем этом. Сейчас мы все закрываем и уходим. Вот мусор, который остался, тоже сейчас должны забрать. Вот собираются рабочие. В общем, красота. Все, мои хорошие, хочу закончить свой такой мини-шоппинг-влог с последствиями, да, ну, как бы, что мы установили и сделали. На сегодняшний год, это я в декабре видео должна выпустить, на сегодняшний год мы с работами закончили. Ключи у рабочих забрала. Встретимся мы числа только аж восьмого. И по плану у нас класть штукатурку в ванну. И к концу января уже закладывать все плиткой и устанавливать саму ванну. Вот. Но мы к этому времени уже переедем в квартиру. Поэтому сейчас у нас задача разложить линолеум через пару дней. Потом он еще должен будет полежать. Вот. И потом можно будет заносить уже вещи все эти наши. Линолеум у меня обалденный, девочки. Я его кладу везде, кухня, спальня и прихожая. Он не боится воды. Это раз и один огромный просто большой плюс перед ламинатом. Потому что ламинат, какой бы он дорогой ни был, он все равно боится воды. Просто плохой ламинат, он очень боится, дешевый ламинат. Он очень боится воды и сразу же, сразу же вздувается. Чуть ли не на глазах, да. А дорогой, ну он просто дольше может противостоять в воде. Но тем не менее, все равно воду надо с него убирать. Вот. Поэтому я выбрала линолеум, который по своей текстуре и жесткости, просто как дерево, он очень прочный. У него сверху два слоя. И сам он у меня толщиной 3,3 мм. С двумя защитными слоями сверху. И фактурной поверхностью. Шикарнейший цвет, который я хотела. Все мне подобрали. Конечно, он тоже не дешевый, да. Но я подумала, что чем брать совсем дешевый, да. Потому что линолеумы, ну а никак. Вот самый дешевый, он там, например, 250 рублей стоит, да. А хороший, он там стоит 700 рублей квадратный метр, да. И ты думаешь, ну это же все-таки не цена, где ты 100 тратишь или там 200-300 тысяч, да. То есть, конечно, ты там думаешь. А если это 15 тысяч там или 50, ну там 15 и 45, то ты думаешь, ну какой смысл. Ты сейчас положишь линолеум за 16 тысяч, а через два месяца или через месяц ты его выкинешь и положишь за 50. Тогда уже, конечно, я вот сэкономила на ванне, решила вот сейчас не брать с этой зарплаты. И положить линолеум просто хороший, потому что он реально в первую очередь нужен. А ванна тоже решила не дешевую брать. Ванна тоже нужна сразу хорошая, потому что там все закладывается плиткой, устанавливается. Поэтому я тоже ванну решила взять хорошую. Вот. Но это мы потом уже будем выбирать, потому что с ванной отдельный вопрос. Кстати, сюда вам еще здесь напишу. Мы выбирали ванны, там что-то мне говорили, если дешевую, там бери стальную, там тра-ля-ля. Кто-то говорит, давай бери акриловую, кто-то говорит, самое лучшее чугунное. Но чугунное, это если есть деньги, потому что они дорогие. И ладно, все, вопрос с остальной уже не стоит у меня. Вопрос теперь стоит в чем? Реально, что лучше? Чугунная ванна? Я уже в Инстаграме в своем задавала этот вопрос. Ну, как бы кого-то нет в Инстаграме, я задам и в это видео. Чугунная ванна лучше или акриловая, но хорошая? То есть я не говорю за 10 тысяч там акриловая. А вот акриловая ты же за 15, например, взять, за 20 акриловую. Или за, ну сколько, 1020 будет чугунная стоит, да, моего размера, который я хочу, метр семьдесят на шестьдесят. Вопрос в чем? То есть девушка мне там где-то, я у продавцов спрашивала, она сказала, что у нее, по-моему, а, у нее стоит акриловая ванна, а у кого-то там чугунная. И она говорит, акриловая ванна, в чем отличие, да, то есть они, ну, в принципе, по крепости хорошие могут быть. То есть акриловые ванны, дорогие, они могут быть очень крепкие, хрен их сожмешь. И с дном таким двойным там, то есть, ну, надолго. Чугунная вроде бы как навечно там, да, ну, ладно. Но суть в том, что чугунная, она со временем, там, не знаю, года через 4, через 5, может быть, я просто не знаю, это вот примерно, да, что-то с ее поверхностью становится, что потом ее не очень удобно чистить. То есть неудобно то, что ты ее чистишь, короче, а все равно она не глянцевая и не гладкая. Типа акриловую, даже если она там испачкалась, ты ее там почистила, она такая мягкая, глянцевая и классная. А чугунную, типа она шершавится, что ли там, или что. И типа там уже не вычистишь этот налет. Типа надо покрывать сверху опять эмалью или чем-то. И вот мне сейчас хочется узнать, у кого хорошие акриловые ванны, скажите свой отзыв, у кого чугунные, скажите свой отзыв. Что вы делали, если вот поверхность эта как-то портилась со временем и сколько это стоит. Короче, по ваннам я не знаю, что выбрать. Хорошую акриловую или обычную чугунную. Цена просто у них одинаковая будет. Вот. Все, заканчиваю это видео. Безумно рада. Можно уже вселяться и жить. Остальное все потихонечку делать. В новом году, когда там уже все мы постелим линолеум, я там вещи какие-то перенесу, я уже сниму вам видео, именно сколько мне все это дело обошлось, что самое необходимое нужно сделать, для того, чтобы уже можно было жить в новостройке. Да, и по ценам вам скажу, и линолеум покажу, и в общем-то, как что-то обустроились. Все, мои хорошие, вас люблю, целую. Всех с наступающими праздниками. И прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok